Тили-тили-тили-тили-тили-ли-тили-ли-ли Ириш, вот мы с тобой сегодня пришли поговорить об инфодайинге, да? И у нас много тем к обсуждению, и, кстати, тем там, включая наше развитие в Инстаграме и так далее. Но до начала разговора я хочу тебе задать один вопрос. Вот представь, ты идешь по улице, и к тебе подбегает человек, ну не очень такой, ну юродивый назовем так. И этот юродивый так раз, а попу пальчик, и раз, и от тебя вытер пальчик. Вот скажи, как бы ты отреагировала? Я бы схватила за шкирку его. Ну это первая реакция дать по голове, да? А потом, ну ты же видишь, что человек не в себе. Вот я бы за шкирку схватила бы, увидела, что он не в себе. И потом. Ну отпустила бы. Ну хочется отойти мимо. Просто ты видишь, что там бегает, кто-то обмазывает пальцем других, да? В попу макает и обмазывает. Я бы отпустила, потому что я увидела, что он не в воде, вы как-то... Вот я тоже об этом думала, что вот так один раз, два, три раза человек бегает, обмазывает. И смотри, и все люди не обращают на него внимания. То есть он же зачем-то это делает. Вот, наверное, он это делает для того, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы ему уделили внимание. А все люди проходят мимо. А ему хочется, чтобы с ним поиграли. А ему хочется, чтобы не только с ним поиграли, чтобы сказали, какой он умный. Какой ты умный. Ты знаешь, где находится попа, да? Да, его не замечает. А его действия, они примитивны для людей, да? И те, кто действительно занимается своим делом, там, спешит по своим вопросам, они просто его игнорируют. А человеку от этого еще хуже становится, его игнорируют, да? И вот я не просто так задала этот вопрос. Я уже поняла. Просто я думала, на самом деле, вот то, что мы записали тот подкаст на кухне, когда вышла статья очередная в мой адрес в разделе Секты Бай, где Олег Нагорный в шестой раз, в шестой раз я посчитала, я подняла все его материалы, что он писал против меня. Это шестая статья. Пять раз я его игнорировала. Пять раз он меня обмазывал, а я проходила мимо, смотрела, ну, еродиво, и проходила мимо, да? Более того, зайдя на сайт Секты Бай, я немножко, я же туда никогда не хожу, да? Я немножко ошалела, потому что он так делает со всеми людьми. Ладно, Козлов, Гивин там и так далее, те, кто тренингами занимается, а Никита Михалков что ему сделал? И Никита Михалков тоже прошел точно так же мимо него. У него здесь есть конкретно материал, где он его обмазывает грязью, то, что не свершилось, он уже ему приписывает. И ты знаешь, я понимаю, что, наверное, в какой-то момент, когда это происходит, человеку надо уделить внимание, вот просто искренне уделить внимание и показать, что ты делаешь не так, что ты делаешь нехорошо, тебя хвалить не за что. Тебе нельзя сказать, ты хороший мальчик, ты сделал что-то людям, ты помог человеку, ты поддержал человека, ты создал новое направление, ты сделал какое-то открытие, ты вылечил детей. Хоть один человек из тех, кого он обмазал грязью, сказал ему спасибо. Нет, и человек об этом не думает, он раздувает свою важность и вместе с этой важностью надувается пустота. Надувается та пустота, которая обляпывает известных людей, они стараются от него отодвинуться, избежать. И никто не говорит ни о его расстройствах, ни о чем, никто не хочет ставить диагноз, никто не хочет связываться. Просто, чтобы не вонять, потому что он бегает и вот пальчик в попу и обмазывает, и вымазывает, и вымазывает. И поэтому мне не хотелось вот сегодня уделять на подкасте ему внимание, но я подумала, что вот я обычный человек, да, он в шестой раз нашел меня, прочитал мои материалы, прочитал мою страницу, настырно лезет в мою жизнь, настырно мешает мне работать, да, и настырно старается меня обмазать и думать, что я буду умыться и делать вид, что я тебя не замечаю. Ну, наверное, я один раз имею право зайти и пройти по его страницам и сделать его открытый портрет. Что это за человек, как я его вижу, чтобы он увидел со стороны, как его видят люди. Потому что точно так же... Для него же самого лучше это. Это для него, для его развития лучше. Потому что точно так же, как я, думаю, тот же самый Никита Михалков, если бы он прочел белорусский секты Вай, да, он бы открыл его страницы и точно так же, как я, прошелся бы по ним глазами, и у него бы в голове был портрет человека. Человек, который себя называет непризнанным гением, непризнанным поэтом, называет экспертом в области сектоведения. Причем, как непризнанный поэт соединяется с экспертом в области сектоведения, непонятно, но, наверное, он находится там в каком-то консенсусе с религией, да, там с какой-то... с православием, например. Наверное, он имеет право себе повесить вот этот значок, эту медальку на грудь и носить ее. Ну, вот сейчас просто вот в открытом доступе я сделаю то, что сделал любой человек, кого этот человек обмазал. Вот просто пройдем по его страницам. Не более, не менее. Проконстатируем факты, чтобы не было разговора, что мы там лезем в его личную жизнь, еще куда-то. Нет. Ну, просто покажем... Показать лицо, как мы его видим, потому что это шестой раз человек стучится ко мне, говорит, Наталья, обрати на меня внимание, и шестой раз я должна его проигнорировать. Покажи меня, да. Покажи мне, хорошо. Мы покажем тебя вот сейчас с того, что есть. Итак, первое, что мы открываем, это ресурс Секты Бай. Вы можете открыть его в интернете и пролистать. Там идут какие-то умозаключения на религиозные темы. Я их касаться не буду. Я просто сразу, вот с телефона он у меня здесь открыт, я пройду по материалам, которые я не понимаю, как соотносятся с сайтом Секты Бай. Например, один из материалов называется «К реконструкции основного мифа лукашизма». И дальше Беларусь оказалась во власти тоталитарно-политического культа. Дальше идут ссылки на телеграм-каналы, которые у нас запрещены. Поехала. Следующее. Самолет Ренея Лукашенко развернул по наводке экстрасенсов. Версия. Вообще, какое отношение это имеет к сектам? Никакого. Следующее. О сакральном смысле орнамента госфлага Беларуси. И здесь всплывают, есть элементы, связывающие с интересами сектоведения. Но я не счел достаточно сектоведческой и политически нейтральной, чтобы разместить на секты Бай. А кому интересно, знакомьтесь на Яндекс.Дзен. То есть человек, опять-таки, обмазывает государственную символику. И так как он боится, что секты Бай закроют, он говорит, пошлите на Яндекс.Дзен. Яндекс.Дзен не закроют. Но я вот этого не понимаю. Никита Михалков стал членом-корреспондентом в РАУ и получил в Роскар. Российский кинорежиссер едва не удостоился звания почетного академика в Рунической академии лженаук. Ну, слушайте, он не удостоился этого звания. Зачем? Это о сектах? Никита Михалков что-то сделал белорусскому сектоведению? Вот зачем это делать? Вот человек, который это пишет. Единственное, зачем ответ? Это как прилипало, прилипиться к известному человеку, обмазать. И потом устроить скандал. За счет этого продвинуть свое имя. Надуть свою пустоту. И свой сайт продвинуть. И продвинуть свой сайт, который нахрен никому не нужен. Надуть свою пустоту. Ну, последняя статья, которую я зацепила, меня просто рубанула. Я просто смотрела в ступоре, потому что я понимала, даже желтая пресса такого не писала. «Империя сильнейших ведьм прокляла Лукашенко». Ого. Это вообще о здравом рассудке? «Империя сильнейших ведьм». «Ведьм прокляла президента». Откуда что вообще? Ребята, вы со своей головой дружите. Вот Олег Нагорный, ты со своей, или вы, Олег Нагорный, вы со своей головой дружите, когда вы это пишете. И это стоит заголовком. Я цитирую всего лишь заголовки с ресурса «Секты Бай». Я не играю в какие-то сейчас коллективные игры. Я, как здравомыслящий человек, захожу на ресурс. Я живу в этой стране, я люблю эту страну. Я захожу на ресурс, и я читаю, да ни в одной стране мира это не может остаться, вот просто висеть в воздухе. Как такое можно писать? Вы головой думаете? Я не знаю. Вы, наверное, думаете тем, откуда вы достаете и обмазываете. Дальше. Следующая статья. «Контроль сознания на службе режима Лукашенко». Опять слушали. Вот какого хрена ты пристебался к нему? Я не понимаю этого. Дальше. Следующая статья. «Беларусь оказалась во власти тоталитарного политического культа. Сектовед». Ай, ну все, смотри, конкретно вот тема у него вот сейчас, это такое, ну, прям, у меня такое чувство, что это вот буквально… Ну, это свежие материалы. Свежие все. Он прицепился именно к теме, на которой ему хочется проявить. Хайпануть. Хочется хайпануть, чтобы привлечь внимание к сайту. Вот мы привлекаем внимание к этому сайту. На самом деле, человек же этого и добивался, когда он это писал. Давайте поможем ему. И вот дальше я нашла вообще один из интересных моментов, когда он цеплялся ко мне из старых материалов. На фото изображен Марк Комиссаров. И ей написано «Минздрав запретил Зайцевой вернуть зрение детям». Размещена фотография у меня с Марком Комиссаровым. А дальше речь идет об экспериментах по методу Бронникова. Каким образом лицо Марка Комиссарова к методу Бронникова? Вот обы свалить в кучу, чтобы намешать побольше имен, да? Но при этом Минздрав ничего не запрещал. Минздрав, наоборот, нам дал добро. И Академия наук, если вы помните, и в нашей книге, здесь нет книги коллективно-бессознательной, в надсознании книги, там есть фотография заключения Академии наук. Если можете, откройте книгу. Или на сайте ПУБАЙ есть заключение Национальной Академии наук Беларуси по методу Бронникова. Мы реально проводили эти исследования. И реально Академия наук поддержала, что есть изменения у детей. Но Минздрав мне ничего никогда не запрещал. Это ложь. Это прямой обман. Но видишь, человек и пишет, ведь он всех обвиняет во лжи в какой-то. Он же все пишет то, что отражает ему. Минздрав, наоборот, нас отпустил и даже косвенно где-то дал зеленую дорогу. То есть я не могу сказать, наоборот, я сегодня говорю Минздраву спасибо. За то, что он и вывел на эту дорогу, и помог увидеть адекватных людей, и помог сформировать адекватные подходы. И благодаря ему я и попала в эту точку, где я сейчас. То есть никаких запретов не было. Ни разу мне в стране никто ничего не запрещал. На исследование отправляли, но запретов не было. Зачем лгать? Дальше. Следующая статья про меня же. Недовольны инфодайингом, вынудили вернуть Зайцеву деньги. Это речь идет о женщине, которая отказалась от консультации, которой ему вернули деньги. У нас три человека отказывались от консультации за все время нашей работы. И это нормально. Это нормальное финансовое взаимоотношение. То, что вы подставили своего человека, получили обратно платеж. Если бы я не вернула, вы бы могли кричать о мошенничестве. Но если я возвращаю, то это не мошенничество. Я возвращаю, потому что консультация не проведена на должном уровне. Все. Я это вижу. И любой человек. Не выполнена качественная работа. Все. Никаких вопросов. Вы можете вернуть товар в магазин. То есть вот эти глупости. А следующая статья. Почему инфодайинг Зайцевой? Мошеннический метод развода отчаявшихся. Интересно. Пишется про Зайцеву, про инфодайинг. Она фото. Фотография Натальи Лары Суши. Наталья Лара Суши. Достаточно известный психолог в Минске. Работает. Она действительно помогает людям. И она действительно дипломирована, сертифицирована и так далее. Психолог. То есть у нее огромная история работы с людьми. И человек оставит ее фотографию. Потом, когда Наталья Лара ему предъявила претензии, он ее замазал. Но оставил. Не заменил фото. Вы не знаете, как я выгляжу. По-моему, если вы лазите по моим личным ресурсам, то вы, наверное, видите мою фотографию. Зачем вы встречаете... Все больше и больше хочется вернуться к началу нашего разговора. И пишет, я убедился, это он про меня пишет. Наталья Зайцева, она сознательная мошенница. Когда после ознакомления с решением суда округа Бонневилла, штата Айдаха о мошенническом характере тета-хиллинга, она продолжила рекламировать и продолжать его как подтвержденный метод целительства. Тета-хиллинг закончился, я не знаю, сколько лет назад. Тета-хиллинг действительно сыграл большую роль в становлении инфодайвинга. Это один из вариантов гипноза. И не изучая эту психотехническую базу, глупо что-то говорить. И мне похрен на штат Айдаха, если там хорошая психотехническая база. Но когда вы пишете Наталье Зайцева мошенничество, это оскорбление. И это юридический статус, и скрины всех статей я сделала. И на сегодняшний день все-таки я рассматриваю вариант работы с юристами насчет того, что это прямое оскорбление. Это прямое оскорбление, вы нарушаете законодательство Республики Беларусь. Республики Беларусь законодательство вы нарушаете уже тогда, когда вы на своем сайте публикуете вот эту вот всю грязь, что вы пишете в отношении президента, в отношении известных людей. Ну ладно, у меня возник вопрос тогда, когда я вот все это дело начала лазить по сайту Секты Бай, и у меня возник вопрос, ну, наверное, этот человек родился с нимбом, его покрывает православная церковь, и к нему боится подступить наши просто правоохранительные органы, потому что прямое нарушение законодательства имеет место быть. Вот, и я решила прогуглить, я просто набрала. Олег Нагорный КГБ. Тебе интересно? Он обмазал КГБ. Я так хохотала. Ты знаешь, это, наверное, единственный человек в Беларуси, кто так нагло обмазал КГБ. Заголовок. КГБ решил завербовать поэта. Спецслужбы угрожали Олегу Нагорному уголовными обвинениями в краже и изнасиловании в случае отказа сотрудничать с КГБ. И дальше описывается эта история. Тогда мне вначале разговора вернуться хочется опять. С чего начали? То есть, это КГБ решил его изнасиловать, или он решил изнасиловать КГБ, или он кого-то изнасиловал, а у КГБ есть на это дело информация. Я не знаю. Но вот три варианта как минимум просятся. Я не стала вникать, но у меня вызвало это смех. Следующий шаг, который, ну, я как человек здравомыслящий, все-таки я себя отношу иногда к здравомыслящим, я решила прогуглить Олег Нагорный и православие. Если православие его покрывает, то, наверное, каким-то образом он имеет право быть под солнцем, да, то есть, наверное, к нему не приходит КГБ, не приходит никто, потому что он закрыт полностью православие. Угу. И? Я нашла материал. Вот здесь я просто ржала до слез, потому что он даже митрополита обмазал. То есть, это была тема. Вот, прикинь, ты работаешь на... Ладно, ты живешь в этом государстве, и вообще ку-куху снесло у тебя на каких-то чужих политических играх, да? Но ты работаешь наемным работником, ты называешь себя сектоведом. И ты своего начальника подходишь и так всеми пальцами. Но мне очень понравилась реакция митрополита. Он просто душка. Статья называется «Сектовед». Олег Нагорный получил ответ от митрополита. Его комментарий на письмо. Олег Нагорный такой важный. Эго так надулось, что его же пора прокалывать, что мы делаем. Да. Потому что он уже вот на этом эго имеет право спорить с митрополитом. Он себя водрузил на этот трон сатаны. Вот. И самое главное, в заставке идет фотография опять президента и митрополита. С хера ли ты к ним прицепился? Непонятно. Ну ладно. Дальше я читаю. Он направил прошение на имя высокопреосвященнейшего Вениамина, митрополита Минского-Изославского, патриаршу экзарха всея Беларуси. Текст своего прошения. Я уже в текст не заходила. Я понимаю, что там будет написано много. И, наверное, это не для моего ума. Потому что он вот от такого количества шизы, он просто мой ум вскипает. Это не о здравом рассудке. Так вот, что ответил митрополит на бред Олега Нагорного. Уважаемый рабочий Олег, в молчании нашем вы больше услышите, если будете молиться и искать волю Божью. Митрополит Вениамин. Митрополит люблю. Заткнись и молись. Мягко, красиво. И так культурно заткнись и молись. Олег Нагорный. Вас даже митрополит развернул на 180 градусов к себе. И говорит, Олег, посмотрите в себя. Там человек, там душа. Вы забыли себя, вы ушли от себя. Вы надули пустоту. За те годы, что люди работали и добивались каких-то успехов, каких-то результатов. Мы сейчас про инфодайм будем говорить, к чему мы пришли. Наверное, за это время вы тоже могли чего-то добиться. Но вы это время посвятили тому, что вы лазили в попу и обмазывали человека своими экскрементами. Это неправильно. Это неправильно с точки зрения духовной. Это неправильно с точки зрения человеческой. Это неправильно с точки зрения развития вообще человека как индивидуума. Или индивида, как правильно сказать. Это неправильно. За это время вам лучше всего было действительно уйти в себя и молча молиться. Медитировать, заниматься какими-то практиками. Вы бы в себе открыли значительно больше, чем вы пытаетесь из себя раздуть, когда вы привлекаете внимание, а вас просто тупо игнорируют, когда на вас не обращают внимания. Когда человек просто стряхивает свое это пальто или выкидывает его и говорит, да пусть оно будет этому обмазавшему. И вы на этих подаяниях живете. Вы же человек на самом деле. Вы на самом деле имеете образование. И насколько я понимаю, не одно. Вы же журналистом себя называете. Если вы называете себя журналистом, то разве можно вот такую дребедень писать? Если есть проблемы психологического порядка, и если вы их не можете решить в своей церкви, так запишитесь к мирскому психологу и поработайте с ним. Возможно, надо будет обратиться к психиатру или к психотерапевту. Но это реально выход из той кризисной ситуации, в которой вы сейчас находитесь. Потому что то, что вы делаете, это неправильно. И прислушаться к словам митрополита надо было давно. Но это еще не все. В конце концов, меня заинтересовала личность Олега Нагорного. И я просто прогуглила. Олег Нагорный, личные данные. И тут мне высветилась сразу Фейсбук, его страничка в Фейсбуке. Я не буду комментировать всю страницу, потому что я... У меня был шок. У меня был шок, потому что эта страница существует в открытом доступе. Первый материал, который идет на странице Олега Нагорного в Фейсбуке. ОМОН-экономика, добружская затея и аграрно-силовое партнерство. Дальше. Лукашенко копирует экономику Гитлера. Лукашенко строит Третий рейх в экономике. Это я читаю только заголовки его статей. Что-то православное. Только одна ночь. Это, я так понимаю, кого-то дальше перегуглили. Потом фотографии президента тут в нескончаемом количестве. Куда Лукашенко запустил белорусские заводы, провальные джили, масс, белаз. Я не знаю, что ему сделали масс, белаз и джили. Они на самом деле работают и содержат очень много людей. И экономика на этом работает. Он не имеет права ставить диагнозы экономики. И дальше. Каким новостям не стоит доверять. И я... Ну, когда я увидела уже дальше испражнение с фотографиями, у меня все. Я просто закрыла эту страницу и сейчас смотреть не хочу, потому что это безобразие. Этот человек живет в этой стране. Если ты протестуешь, едь в другую страну. Если ты хочешь выразить мнение свое и выражай. Но выражай по-человечески. Не надо оскорблять, не надо унижать. Не надо человека обмазывать. Причем ты обмазываешь известных людей. Это некрасиво, это подло и это преступно. На самом деле это жесткое нарушение законодательства Республики Беларусь. В данном случае я не играю в коллективные игры. У меня своя игра инфодайвинг. И когда я смотрю, есть вещи, которыми меня коробят как человека. Меня коробит, когда человек вытирает ноги о кого-то. Испражняется с его фото, испражняется с его действиями, с его поступками и так далее. Ты такое можешь делать? Но больше всего меня коробит другое. Если человек настолько включен в коллективную игру. Если он не может выключиться. Как он себя может называть дежурным сектоведом? Это несовместимо. Если ты заявил о том, что ты разбираешься в массовых психотехниках. Если ты заявил себя экспертом там. То как же ты сам сидишь в говне и обмазываешь этим других людей? Всех подряд замечу. Это как бздец. Поэтому, уважаемый Олег Нагорный, я бы все-таки предложила вам подойти к своему зеркалу и заняться собой. И немножко умыться. Потому что сегодня мы просто показали вам ваше лицо в интернете. Я с таким лицом взаимодействовать и общаться не хочу. И я не хочу уделять вам больше внимания. Вы можете писать все, что хотите, где хотите. Но на самом деле все, что вы делаете, скринит мой юрист для того, чтобы потом выставить иск. Это прямо, это честно, это то, что я знаю, что будет. Просто чуть-чуть позже. Потому что есть определенные моменты юридические, которые мы доводим до конца. Возможно, этот иск выставит вам государство. И это будет правильно, если оно так сделает. Потому что то, что вы делаете, это не безрассудно. Это еще и болезненно с точки зрения психики и с точки зрения распространения лживой информации вокруг вас. Вы обмазываете людей своими экскрементами. Это некрасиво. Ну а для того, чтобы мы шли дальше... Ты не против, что я такое начало все-таки сделала? Мне интересно было. Я... А вот смотри, человек столько лет... 11 лет он меня преследовал. За 11 лет было 6 материалов. 11 лет преследования. Так вот, за 11 лет, что можно было сделать? И что мы можем просто... Я не знаю, у меня в голове не укладывается 11 лет преследовать людей. И пусто обмазывать их говном. У человека нечем заняться, у него нету своего. Своей игры нету. Нету. И никто не пускает в эту игру. И он стучится, стучится. Тот же самый инфодайинг за это время родился на других психотехниках. То есть сперва было исследование всего подряд. Потом было исследование гипноза, изучение и осознание. Потом приведение этой базы в систему. Потом вышли книжки управления восприятием. Потом было парасомнабулическое состояние, исследование в них. Потом погружение в пассивный парасомнабулизм. То, чего не было вообще в истории. И вот после этого, когда начали уже работать с информацией, пошли. Сколько мы выдали книг? Мы же все писали. Ни один человек столько не писал. На сегодняшний день 7 книг издано. И на сегодняшний день патенты. Патент 1 уже находится в Евразийском Союзе. И он сейчас приехал в Беларусь. Потом он снова туда поедет. Сейчас он на экспертизе. Экспертиза патента длится полгода где-то приемка заявки и год согласования патента. То есть где-то через год мы получим ответ экспертов на это дело. Сегодня, кстати, нам надо подписать патент. Я привезла. Это второй патент, который уже уходит патентной заявкой. И я хочу сказать отдельное спасибо людям, которые в Беларуси поддерживают инфодайвинг. Первую патентную заявку у нас в Беларуси не приняли. И мы подавали ее в Евразийский Союз. Вторую патентную заявку нам предложили подавать в Беларуси. Ребята, спасибо вам большое. Нам не надо ваши крутые почести. Нам надо ваш зеленый свет. И сегодня заявка будет подаваться уже в Минске. Нам не надо переводить деньги в Москву. Нам не надо вести переговоры с Москвой. И все. Беларусь подхватила и делает это уже все сама из Минска. Второй патент уходит. До конца ноября уйдет еще два патента. И дальше у нас стоит вопрос очень важный. Вот я вишу. Вот второй день мы и с юристом обсуждаем этот вопрос. У нас стоит вопрос по медицинскому патенту. Это будет, получается, пятый патент. И там нужна будет медицина. Так случилось, что мы не имеем медицинского образования. Так случилось, что у нас нет медицинского центра. Так случилось, что что бы мы ни делали для подтверждения вот именно патентных данных по медицине, нам надо соединять с медициной. У нас стоит вопрос, как действовать дальше. Нам действовать через государственное какое-то учреждение, которое имеет место быть. Но это, насколько мы знаем, пока не разрешено. Либо нам открывать свой центр, получать медицинские лицензии. Либо-либо мы будем думать, как двигать эту часть. Это самая сложная часть, потому что так уж жизнь распорядилась, так уж мы сами себе создали, что у нас есть дипломы инженерные, у нас есть еще дипломы, и у нас готовятся дипломы психологические, но у нас нету дипломов врачей, мы не врачи. И даже не пытаемся ими быть, когда мы работаем с тем же самым аутизмом или заболеванием, мы лезем внутрь человека, мы смотрим суть человека, мы смотрим его психическую подоснову. Мы вообще никоим образом не связаны с медициной. Но это дает результат при соединении с медициной. И вот как соединить медицину инфодайминг? Мы будем искать варианты, мы будем искать свежие умы, мы будем заходить и стучаться к ребятам, к людям, кому интересны будут и защиты диссертации и так далее, с кем можно сотрудничать для того, чтобы экспериментировать на результат. И это было подтверждено документально, уже надлежащим образом, так как это надо для патентов. Потому что для патентов это не просто мама прислала, а я послала. И тогда нас национальный центр интеллектуальной собственности тоже пошлет. Это неправильный подход. Поэтому вот насчет этого подхода, это пятый патент, мы еще думаем, как это правильно сделать. Потому что есть сложившаяся система, и мы в нее не вписываемся. Мы не врачи. И спасибо тем, кто это осознает, помогает, и кто реально поддерживает наш проект в Беларуси. Мы просто чувствуем вашу поддержку, мы чувствуем вашу заботу, на разных уровнях чувствуем заботу и поддержку. Поэтому вам огромное спасибо от нас. Мы занимаемся своим делом. Мне кажется, мы никому не мешаем заниматься. Мы работаем в своей области углубленно. Работаем на износ. Нам интересно то, чем мы занимаемся. Да. И на сегодняшний день вот те объемы работ, которые мы сделали за вот это время, я считаю, они впечатляющие. Они впечатляющие даже человеку, который просто берет нашу первую книгу в руки, потом говорит, а что, у вас еще есть? Да, 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 это так. И самое главное, что вот обратная связь под тем же книгам, которые вышли. Мы уделили просто внимание книгам. Это важно для нас, потому что наш проект идет на самоокупании. Мы не просим денег ни у государства, ни у кого. Мы это все делаем сами. Абсолютно все делаем сами. И айтишную часть мы тоже делаем сами. Полностью айти-проект идет нашим. Все сами. Никому не липнем, никому не мешаем, никого не обмазываем. Люди поправляются, дети поправляются. Такое количество благодарностей, я думаю, не снилось Олегу Нагорному даже в самом его великолепном сне. То количество благодарностей, которое приходит каждый день к нам. У него цель другая просто. У него цель не в благодарности. Понимаешь, вот я когда осознаю его неправильно поставленную цель... Цель или нет? Можно даже так сказать. Цель стать известным, цель это эго. Все от эго. Все, это только это. Только это. И видишь как, человек такое количество наплевал в свой колодец, что заплеван уже весь рот. Уже пора пить. Уже пора пить. Уже заплеван весь рот. Уже заплеваны дети. Свои собственные. И внуки. Уже настолько заплеваны, что... Блин, ну хотя бы услышь митрополита, если ты ему доверяешь. Хотя ты его обмазал. Ну ладно. В любом случае. Спасибо Олегу Нагорному за то, что обратил на себя внимание. За то, что... Ну, я реально не уделила вам пять раз внимания. Реально прошла мимо. И даже сегодня ехала в машине и задумалась. Как часто мы мимо проходим, когда человек просит милостыню? Он просит, помоги. Человек проходит мимо. И в то же самое время иногда ты помогаешь человеку, а человек плюется в твой адрес. Иногда человек на эти деньги бежит водку покупать. И ты делаешь человека еще слабее. А иногда, когда ты помогаешь человеку, человек становится сильнее. Человек включает сам мозг, включается ресурсы, у него есть шанс на изменение. Вот, во всяком случае, появляется шанс на изменение. Я надеюсь, Олег Нагорный услышит, и у него появится шанс на изменение. Потому что заплевали вы уже даже своих внуков. Хотя вы этого не видите, мы-то это видим. Ну, такое чувство, что Нагорному Олегу это не важно. Он этого не осознает. Важность. Ну, эго, эго, эго. Сегодня был прокол эго. А эго, оно пустое всегда. Оно пустое. И вот эта пустота. За 11 лет не сделано ничего. За 11 лет, вот этот сайт, за 11 лет. Он в 17-м году отбрезал, удалил старые материалы. Поэтому два материала, обмазывающие меня еще дополнительно, они ушли. Ну, их можно найти еще в гугле. И при этом, это все, он все 11 лет обмазывал людей. Это пустота. Это никчемность. Зачем-то даже была прожита эта жизнь. Вообще не понимаю. Есть шанс сейчас развернуться к себе и услышать. Можно воспользоваться, можно не воспользоваться. В принципе, в инфодайинге все так решают сами. Мы человеку предлагаем развернись и посмотри вовнутрь. Увидь, что ты делаешь не так. Посмотри, где ты играешь не в свою игру. Посмотри, где ты дуешь пустоту. Где тебя, как человека, нет. Где ты работаешь на вынос. Нет тебя дома. Нету. Пусто. Но зато тогда пустотой можно пользоваться тем, кто стоит за твоей спиной и может управлять тобой. И направлять. А посмотри на того. Обмажь того. А посмотри. И ржать за спиной. Как над юродивым. Такое тоже может быть. И это выбор человека. Как он будет проявляться в этой жизни. Как он будет проявляться в этой жизни.